Старик лежал на кровати, прислушиваясь к звукам улицы. Был конец марта, и стояли холода. По утрам всё ещё липкий туман, пытался пробраться в старенький дом Савельевича. Но дед топил печку, он не любил холод. Год назад умерла его жена Лидочка. Ивану Савельевичу было не в моготу одному, он всегда компанейским был. Друзей у них с Лидой много было, но годы забрали не только молодость и здоровье, но и друзей, превратив жизнь в тусклый калейдоскоп одних и тех же событий. А жить Савельевич уже и не хотел. Да и хватит ему уже, считал он, нажился. В 80 лет через пару недель стукнет. Детей у Ивана и Лиды не было, по молодости старались ещё завести, но Бог не дал. И они смирились. Да и всю любовь жена отдавала детям в школе, была учителем начальных классов. Теперь ждал Иван Савельевич, когда время его придёт. Не понимал, зачем Бог его на земле ещё держит. Пошёл он как-то в магазин хлеб да молоко прикупить. Видит, рядом с соседским двором мальчишки щенка донимают. Бьют его палкой, пытаясь вытащить из-под лавки. А тот испуганно забился поглубже и скулит. Разозлился дед, брови густые сдвинул и, подойдя к мальчишкам, громко отругал их. «Вы что же творите? Не видите, что он маленький?» Дед выхватил палку и махнул ей в сторону мальчишек. «Если я вам сейчас палкой тыкать начну». Он не сильно ткнул самого старшего в бок, потом другого. «Понравилось? Да ещё прикрикивать на вас стану!» «При чего, дедушка!» Закричали мальчишки. «Мы же не собаки. А раз это бедное существо не человек, так над ним издеваться можно». Грозно спросил старик. «Да как вас вообще дома то воспитывают?» «А ну, бегите отсюда!» И он замахнулся палкой, чтобы мальчишки разбежались. Потом встал на колени, которые уже почти не гнулись, и, протянув морщинистую руку, позвал щенка из-под лавки. «Ну, иди сюда, малыш!» Ласково, как мог, сказал старик. «Я тебя не обижу. У меня дома молока немного осталось». Он осторожно протянул руку к щенку, и тот стал обнюхивать её, тыкаясь мокрым носом в холодную ладонь. Принёс Иван Савельич щенка домой, отогрел его у тёплой печки, постелил на пол свою любимую куртку, рассудил, что она ему уже не нужна, а вот щенка спасёт от холода. «Эх ты, малыш!» — кряхтел дед, наливая щенку молоко, — «как же ты зиму пережил! Где твоя мать?» Щенок ткнулся носом в руку деда и лизнул его шершавым языком. Иван Савельич улыбнулся, и лицо его разрисовала сетка глубоких морщин. «Смотрю, ты освоился. Ну так можешь оставаться. Я всё равно один живу. Но на многое не рассчитывай. Тёплый кров, молочко дам, хлеб свежий, да немножко мяса пару раз в неделю. Вот и всё, что я могу тебе дать. Как тебя назвать-то?» Дед почесал затылок. «А может, так и назовём. Малыш?» — так у Ивана Савельевича, неожиданно для него самого, появилась цель в жизни. Пёс хоть был и беспородный, смесь дворняги с немецкой овчаркой, но необычайно умной. Малыш крепко привязался к старику и не отходил от него ни на шаг. Везде теперь дед ходил вместе с собакой, которая, виляя хвостом, довольно бежала рядом. Соседка, Зоя Петровна, заметила, как в очередной раз старик идёт с магазина, на улице лил дождь, а пёс всё равно бежал рядом, весь промокший, но счастливый. «Он без тебя никуда, Савельич», — смеялась Зоя Петровна. Она вышла на крыльцо, занимаясь домашними хлопотами. «Промок твой малыш, лучше бы дома тебя ждал. Ты то в плаще, а пёс бедный твой, голый. Плохо ты его знаешь, Зоя», — улыбнулся дед. Он подошёл к её калитке и остановился. «Малыша дома не оставишь. Ему нужно всё знать», — гордо сказал дед. «Да и к тому же он обо мне беспокоится. Заставлял меня плащ одеть, а я всё не верил, что ливень такой будет». Дед захихикал, совсем как мальчишка. «Вот теперь есть снова ради кого жить, Зоя. Друг у меня есть». Старик помахал соседке рукой и пошёл к дому, а за ним весело бежал малыш. Прошёл год. Малыш стал большой красивой собакой, добрый нрав которой знали все в деревне. Как-то Иван Савельич во дворе ремонтировал лавку и услышал, что калитка отворилась, и вошла его племянница Лариса, которую он не видел лет пять со смерти своей младшей сестры. Дед отложил молоток в сторону и удивлённо спросил подошедшую к нему молодую женщину. «Привет, Лариса, тебя каким ветром ко мне занесло?» «Дядь Вань, привет, ты бы хоть на чай пригласил. Два часа к тебе из города добиралась». Старик засуетился. «Да, конечно, Лариса, конечно. Просто так всё неожиданно. Гостей мы с малышом не ждём». Он свистнул, и из-за дома выбежал пёс. «Смотри, малыш, у нас гости. Вы что собаку завели?» Удивилась Лариса. «Зачем вам это мучение под старость лет?» «Да какое это мучение, ты что, Лариса?» Рассмеялся дед, заходя в дом. «Это скорее я для него обуза. Он в лес гулять меня тащит, а у меня кости уже не те. Устаю быстро, но иду». Сели, дед подогрел на плите чайник и заварил ароматный чай с лесными ягодами. «Ну, рассказывай, Лариса, чего приехала?» «Знаю же, что не соскучилась». Молодая женщина хмыкнула и выложила деду всё, как есть. Что жить негде, муж алкоголик, дети голодные всё время. «Так, а я чем тебе могу помочь?» Удивился дед. «Моей пенсии на себя не хватает. Ты вон в хоромах живёшь», — сказала наглая племянница, обводя взглядом маленький дом старика. «А я по друзьям мотаюсь с детьми. Так ты что же, меня что ли винишь в том, что муж у тебя алкоголик, и ты сама не путёвая?» Голос старика стал строгим. Квартиру с мужем пропили. Мать в могилу упекла, а теперь за меня решила взяться. Старик прокашлялся. «Иди по-доброму, Лариса». Последнее дело к старикам с такими вопросами приходить. Лариска резко встала, так что старый стол жалобно заскрипел и чуть не упал. Малыш подскочил и сел, внимательно глядя на гостью. Он перестал часто дышать, спрятал язык и замер. «Ну ты и гад, старый», — прошипела Лариса. Лицо её преобразилось. Ещё минуту назад она сидела и улыбалась родственнику, а теперь была похожа на змею. «У меня трое детей, а ты тут сидишь один. Зачем тебе дом? Помирать уже пора». Старик улыбнулся, медленно встал из-за стола, подошёл к двери и, открыв её, просто произнёс. «Уходи». Малыш подошёл к нему и, встав рядом, зарычал, глядя на Ларису. «Да пошёл ты!» — крикнула в лицо старику Лариса. «Чтоб ты сдох вместе со своей собакой». И выбежала из дома. «Ну ты даёшь, малыш!» — рассмеялся дед, потрепав собаку за холку. Пёс довольно завилял хвостом. Первый раз видел, чтобы ты такой грозный был. Ты, оказывается, у меня боец. Пошли в магазин, купим тебе большущую кость, а мне печенье к чаю. Отпразднуем, что так легко отделались от этой кобры. Прошло ещё три года. Три счастливых года, когда Иван Савельич и пёс жили вместе. Какое же это было прекрасное время. Старик старался много гулять с малышом, показывал ему в лесу ягоды и грибы, рассказывал, а тот внимательно слушал. Пёс очень любил старика. Он понимал, что человек, который его спас, был на закате своих дней. Всё тяжелее ему было вставать с кровати, всё дольше он спал. Но малыш старался не давать деду спуска и постоянно тащил его на улицу, даже если сам предпочёл бы поспать. Каждое утро подавал хозяину тапки и будил его, тыкаясь мокрым носом ему в лицо. Сегодня хозяин никак не хотел просыпаться. Малыш устал тыкать в него носом и, заволновавшись, запрыгнул на кровать и начал лизать старика, тихонько поскуливая. Тот не шевелился. Через несколько минут пёс сообразил, что нужно скорее бежать к соседке, которая всё время подкидывала ему вкусненькие косточки. Он подбежал к двери, прыгнул на неё, повернул лапой ручку и выбежал во двор. Одним махом перепрыгнув забор, пёс заскочил на порог к соседке и начал громко лаять. Через несколько минут дверь отворилась и показалось обеспокоенное лицо пожилой женщины. Увидев скулящего малыша, который быстро потёрся о её ноги и побежал, она поняла, что он просит следовать за ним. Зашли в дом, и собака кинулась на кровать, где лежал хозяин, и снова начала лизать его и толкать носом. Зоя всё поняла с первого взгляда. Она тихонько подошла к кровати, села на край и, взяв уже холодную руку соседа, тихо сказала, сдерживая слёзы, которые непослушно потекли из глаз. «Ну что, Савельич, ушёл ты к Лиде. Передавай ей привет, дорогой мой». Она похлопала его по руке и встала с кровати. «Малыш?» Позвала она пса. Тот послушно подбежал. «Умер твой друг, понимаешь?» Старый он был, пришла его пора. «Прости, что сообщаю тебе такое». Старика похоронили на те деньги, которые он предусмотрительно отложил и оставил у Зои. Кроме неё и пса. На похоронах было только двое работников, которым соседка заплатила за то, чтобы они выкопали могилу и опустили гроб в яму. Малыш всё время скулил. Пёс не хотел никак покидать дом старика. Он каждый день бегал к хозяину на могилу и долго лежал на сырой земле, глядя грустными глазами куда-то вдаль. Через пару недель после похорон появилась Лариса со своей семьёй. Семейство сразу оккупировало дом, считая себя полноправными хозяевами. Малыша выгнали сразу, как только Лариса переступила порог дома. А Зоя три дня назад переехала в город к детям. Сказала, что не может жить рядом с алкашами. «Я сюда буду пару раз в месяц теперь приезжать. Малыш», — говорила она жалобно, глядя на собаку. «Меня дети давно к себе звали. У них в городе дом большой. Но я всё не ехала. А теперь...» Женщина вздохнула, посмотрела грустно на дом соседа. «Теперь тут будут жить эти нелюди. Такого я не могу терпеть. Ты прости меня, малыш, что взять тебя не смогу с собой. Я тебе тут косточки оставила, смотри». Специально положила в тенёк под крыльцо. «Ты заходи, кушай». А потом она уехала. Пёс долго смотрел на её силуэт, пока пожилая женщина не скрылась за поворотом. Малыш остался совсем один. Прибился к дворовым собакам, которые приняли его, и продолжал каждый день бегать туда, где закопали его хозяина. Он сильно скучал по старику и вспоминал, как хорошо им было вместе. К следующей зиме стая, в которой он теперь обитал, собралась мигрировать в город. В деревне еды совсем не было. Малыш в последний раз прибежал побыть на могиле у своего хозяина. Он долго смотрел на фотографию, с которой ему улыбался Иван Савельич. Потом встал, подошёл к надгробию, медленно виляя хвостом, лизнул изображение хозяина. А потом быстро побежал от его могилы, чтобы не оборачиваться. Но всё-таки, не выдержав, посмотрел напоследок снова на могилу. Затем развернулся и медленно пошёл, постепенно переходя на бег. Он старался запомнить каждую деталь в лице хозяина, каждое мгновение, которое они провели вместе. Малыш с ним попрощался навсегда. Стая бежала до города, почти четыре дня. По пути спали в лесу, на обочинах, таскали с мусорок заправочных станций остатки еды, которые удавалось найти. В городе было получше, еду найти стало гораздо проще. Ночевал малыш около теплотрассы, там всегда было тепло. Он всё чаще теперь гулял один по городу, без стаи. Ему нравилось наблюдать за людьми, он любил их. Как-то раз он увидел девушку, которая играла на гитаре, сидя около метро. Несмотря на то, что погода была пасмурная, девушка почему-то стояла в тёмных очках. Она играла красивую мелодию, которая так напоминала малышу времена с хозяином, когда они сидели вечерами у печки и слушали музыку по радио. Старик тогда мог иногда даже подпевать, и пёс тоже скулил в такт ему. Что-то в этой девушке было странное. Сначала малыш никак не мог понять, что именно его смущает. Он стоял около девушки и, наклонив голову, несколько часов слушал, как она играет. Люди проходили мимо, многие останавливались и снимали её на камеру. Кто-то клал в шапку, положенную у её ног, монеты и бумажки. Когда она устала петь и решила сделать перерыв, пёс подошёл к ней и ткнулся носом ей в руку. Девушка охнула от неожиданности, но потом сообразила, что это собака, и, повернувшись в ту сторону, откуда почувствовала толчок, произнесла, «Кто это тут со мной только что поздоровался?» Она водила рукой в воздухе. «Я надеюсь, ты не кусаешься, дружок». Малыш наконец-то понял. Эта девушка не видела его, поэтому она казалась ему странной. Но от неё исходила такая тёплая энергетика, он снова ткнул носом в её руку, потом ещё несколько раз. Девушка рассмеялась. «Ой, какой ты нежный, малыш!» Сказала она. Пёс, услышав своё имя, которое никто давно уже не произносил, громко залаял и забегал вокруг девушки. «Что такое?» Удивлённо произнесла она. «На что ты так среагировал?» «Что тебя так обрадовало, малыш?» Собака начала бодать её в бок. «Тебя что так зовут?» «Малыш?» Произнесла она с улыбкой. Пёс радостно загавкал. «Ну что, тогда давай знакомиться». «Я Таня. Будем дружить». Так он познакомился с новой хозяйкой. Вернее, он не воспринимал Таню, как свою хозяйку. Никто не мог заменить ему авторитет Ивана Савельевича. Эта девушка была скорее для него другом. Таня рассказала ему, что она очень плохо видит, лишь силуэты. Мама её умерла, когда ей было 12 лет. Отца она никогда не знала. Осталась Таня с отчимом, а потом он привёл новую женщину и выгнал девочку из дома. Когда мама была живая, говорила Таня собаке, которая очень внимательно её слушала, то мы собирались ехать в Германию. Там в клинике мне могли помочь и вернуть зрение. А потом мама умерла, и мне нужно было выживать. Хорошо, что я на гитаре играть умею, а то пропало бы. Они жили в подвале одного заброшенного дома. Но там было чисто и тепло. Таня нашла отличное место, по мнению пса. Вместе они стали зарабатывать больше денег, потому что малыш теперь пел, сидя рядом с девушкой, пока она играла на гитаре. Такое представление нравилось прохожим, и они, с удовольствием останавливаясь послушать, кидали деньги им в коробку. Пели всегда в разных местах, чтобы не примелькаться. И как-то раз малыш увидел тот самый автобус, который приезжал на остановку в его деревне, где он жил с хозяином, и на котором уехала соседка Зоя. Он не мог ошибиться. Это был точно он. Пёс залаял, как сумасшедший, и потянул Таню за собой. Девушка ничего не могла понять, и кое-как успевала за ним. — Куда ты меня ведёшь? — недоумевала она. — Что с тобой? А пёс продолжал лаять и тянул её зубами к остановке. Когда они подошли к автобусу, водитель увидел, что девушка слепая, и, спустившись, предложил помочь. — Давайте помогу вам, — сказал он, беря Таню за руку. — Какой у вас поводырь? Восхитился водитель, видя, как собака толкает девушку в автобус. — Вы до Егоровки едете. Малыш громко залаял. — Видимо, да, не совсем уверенно, — сказала Таня. Она никак не могла понять, что происходит, хотя было ясно, что собака что-то задумала. Таня знала, что малыш очень умный и доверяла ему. Честно говоря, ей стало даже интересно, чем закончится всё это приключение. Через пару часов они вышли на маленькой остановке на трассе. Малыш, узнавая родные края, громко залаял. Он подал Тане поводок и потащил к тому месту, где лежал его хозяин. Таня молча шла рядом. Она поняла, что у малыша есть план, и просто молча следовала за ним. Было видно, что пёс знает, что делает. Первым делом он побежал на кладбище. Пёс так соскучился по хозяину. Очень хотелось полежать снова рядом и посмотреть на его фотографию. «Пришли на могилу». Таня притихла. Она видела силуэты, сильно размазанные, но поняла по ощущению, что они пришли на чью-то могилу. «Тут твой хозяин, да?» спросила тихо Таня. Малыш заскулил. «Мне так жаль», сказала она. Девушка присела рядом. Она была готова дать своему другу столько времени, сколько было нужно. Через некоторое время малыш встал, взял поводок и ткнул его в руки Тане. Он хотел просто пройти мимо дома, где жил с хозяином, а потом снова отвезти Таню на остановку, откуда большая машина снова увезёт их в город. Ещё издалека он увидел, что дом сгорел. Пожар, видимо, был такой силы, что остались только угли. Соседи поговаривали, что это муж Ларисы по пьяни всё сжёг, сами еле спаслись. Уехали снова в город и живут в своей коморке. Малыш кинулся на пепелище, там, где стояла печка, у которой ему когда-то старик постелил свою куртку. Он начал скулить и отчаянно рыть лапами пепел. Пёс сам не знал, зачем это делает. Ему было так грустно, того, что всё, что он любил, пропало без следа. Малыш, позвала Таня, ты здесь жил, в доме, который сгорел. Она видела черноту перед собой и слышала, как собака ходит, а под лапами трещат сгоревшие доски. Вдруг малыш снова залаял. Начав что-то быстро рыть, он достал из-под углей какой-то мешочек и принёс его Тане. Она засунула руку внутрь и поняла на ощупь, что там какие-то драгоценности. Малыш, ты что, нашёл клад? Таня была в шоке. А ну-ка, веди меня на остановку. Есть у меня знакомый моей мамы, который скажет нам, сколько стоит содержимое мешочка. Внутри оказалось золото и драгоценности, которым насчитывалось порядка трёх ста лет. Эти вещи когда-то принадлежали раскулаченным зажиточным купцам, которые были в своё время очень состоятельные. Видимо, Ивану Савельевичу достался их дом, а он не знал, что за сокровище у него припрятано под печкой. Знакомый Тане, который работал в ломбарде и разбирался в старинных ценностях, сказал, что находка стоит очень больших денег. Он же и помог с продажей ценностей. Таня с малышом уехали в Германию, где девушки сделали операцию, и она обрела зрение. Проснувшись после операции, первого, кого она увидела, был малыш, который сидел всё время в палате около неё. Таня настояла, чтобы пёс был рядом, как поводырь. «Малыш, ты такой красивый, я тебя вижу». Девушка гладила его по макушке. «Как только меня выпишут, мы поедем с тобой на море, как я тебе и обещала. Там откроем небольшую студию и будем учить людей играть на гитаре. А ты будешь греться на солнышке и грызть вкусные косточки. Как тебе мой план?» Малыш гавкнул. «Ну вот и отлично», рассмеялась Таня. «Так и поступим. Я люблю тебя, малыш». Пёс лизнул руку девушки. Она снова уснула, видимо, не отойдя до конца от наркоза, а он так боялся, что Таня не проснётся, как и его старый хозяин. Но теперь она с ним рядом, и они больше никогда не расстанутся. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.